Губернатор Приморского края Олег Кожемяка поможет передать на фронт гуманитарный груз от жены-матерей военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Женщины обратились с соответствующей просьбой к главе региона во время встречи с ним в неформальной обстановке в центре защитники Отечества во Владивостоке. По словам жен бойцов, приморские женщины собирают сейчас гуманитарную помощь для своих защитников, но не всегда ясно, как передать ее конкретно близким. Мы переговорим с командованием флота или с командованием армии с тем, чтобы этот груз, как вот сейчас мы повезем, был доставлен военными бортами. То есть доставлены склады, соответствующие, которые находятся на нашей стороне. Далее приехали смотреть, пообщаться. Вот это мы можем сделать. Но еще раз говорю, давайте это все организовано проводить, потому что у нас очень много общественных организаций, людей, которые занимаются практически в каждом районе, по 2-3 организации, которые занимаются плетением сети, изготовлением свеч, отопителей. То есть все они там своими каналами пытаются переправить. Поэтому если вы организуете такое накопление груза, мы можем быть с собой что-то, то мы это все переправим туда. На встрече также каждый мог задать любой вопрос и получить на него ответ. Обращения касались в основном мер поддержки для семей бойцов. Были вопросы, связанные с выделением участков земли для категории военнослужащих, ветеранов боевых действий. Это очень серьезная работа с тем, чтобы она не была просто, скажем, на бумаге, на выделенных участках. Поэтому сейчас наше Министерство имущественных отношений будет планово заниматься, исходя из реестра всех тех, кто обладает этим правом. Вопрос серьезный, изменение в законодательство, в краевое, с тем, чтобы эти участки были обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой. Присутствующие уделили большое внимание работе общественных организаций, которые оказывают посильную помощь фронту. Губернатор заверил, что региональные власти продолжат поддерживать таких активистов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова